Если 12 пуль попали в брюхо, подумал красноармейец Брандуков, значит более я не жилец. В том, что пуль было именно 12 Брандуков, не сомневался. Он ясно видел, как они зависли в воздухе, словно рой пчел, так неприятно зундели и смотрели на него, будто ждали окончательной команды пулеметчика. Волк лежал плашмя в степи, холмистой, приволжской. С колокольной церкви противно гавкал Викерс. Кто-то тронул Брандукова за ногу. «Не стыдно тебе, Алексей!» – сипло сказал комиссар товарищ Михельсон. «Сознательный путиловский рабочий, а в землю зарылся, как та баба!» «Так и вы тоже!» – огрызнулся Брандуков. «Я чего?» – «Я как все!» «Делай, как я!» – Михельсон поднялся на ноги. «Вперед, товарищи! За победу мировой революции!» «Любопытно!» – думал Брандуков, рассматривая небо. «Комиссара тоже укокошила? Или меня одного дурака пуля любит?» Небо было чистое, ясное, без единого облачка. Посреди неба сидел бог и изучал красноармейца с окровавленным пахом. «Тебя же нет!» – удивился Брандуков. «А ты не подумай, что я безграмотный. Я и Маркса читал, и Гегеля. Гегеля, правда, совсем чуть-чуть. Уж больно он мудренный, Гегель этот». Бог едва заметно улыбнулся и шевельнул губами. Брандуков услышал рев пострашнее заводского гудка и разборчиво слова «Вставай, проклятием заклинённый!» Опираясь на трёхлинейку, Брандуков неуверенно встал. Пули из живота посыпались на землю пшеничными зёрнами. Забросив на плечо винтовку штыком назад, Брандуков пошёл в сторону капелевских пушек. Орудия устало дымились после боя. Артиллеристы равнодушно взглянули на красноармейца и молча чокнули спервачом. Брандуков кивнул знак благодарности и пошёл дальше. Так он шёл три года, три дня и три ночи. Пересёк Волгу, Урал и половину Сибири. На Енисее свернул в Монголию и, наконец, добрался до Шанхая. Шанхай он бросил бесполезную мосинку в канаву и жестами попросил у толстопузого китайца что-нибудь поесть. Китаец положил в плошку риса и полил сверху тёмно-бурой жидкостью. «Хорошо кушай!» радостно причмокивал китаец. «Кто хорошо кушай, тот хорошо работай!» С этими словами он взвалил на плечо Брандуковый мешок и закричал пронзительно. «Новый кули! Новый кули!» «Новый кули!» «Новый кули!» «Новый кули!» «Новый кули!» «Новый кули!» «Новый кули!»